Начнем с оперативной информации о паводке. Голова ледохода по реке Большая Печора развивается выше деревни Никицы в 12 километрах ниже Наринмара. До Никицы подвижки льда, до Осколково ледостав с закраинами. От Большой Сопки до Бондарки ледоход различной густоты. Вся самая последняя информация о прохождении ледохода у нашего корреспондента Валентины Чибичек. Она на прямой связи со студией. Валентина, добрый день. Где вы сейчас находитесь? Расскажите, что вам известно о паводковой обстановке. Здравствуйте, Ирина. Я нахожусь на берегу реки Печоры в районе лесозавода. Здесь хорошо видно, как проходит ледоход. Мы можем наблюдать, что льда на реке практически нет. Он остался только по берегам и на середине реки. По словам метеорологов, этот ледоход называется средний. За последние сутки в районе Наринмара ожидается снижение уровня воды. И сегодня он зафиксирован уже на уровне 533 сантиметра. Голова ледохода по реке Малая Печора сейчас развивается в районе Андига. По Старой Печоре в Лабужском и Пылемце река уже чистая. Наблюдается спад уровня воды. Такая же ситуация в Великовисочном. Там уровень воды составляет 759 сантиметров. Активно идет на снижение вода Воксина. За сутки вода спала на целых 34 сантиметра. Уровень воды там составляет сегодня 674 сантиметра. В Харуте и Коткино также наблюдается спад воды. На реках уже чисто, льда нет. В Харивере незначительный рост воды. На территории Республики Коми по всем постам отмечается стабильный спад уровня воды. На реках Уса-Петрунь уровень 234 сантиметра, спад 22. Подвижки и разводия. Накануне сотрудники окружного комитета гражданской обороны совершили облет Печора, чтобы оценить ситуацию на реке сверху. Также были осмотрены места возможного затора, где, возможно, понадобится производить взрывные работы. Но, по словам председателя комитета обороны Сергея Ефимовича Боенко, в Ненецком округе ледоход проходит по классическому сценарию и пока вмешательства человека не требуется. У нас дежурит бригада взрывников. Создан запас и взрывчатки, и средств взрывания. Более того, подготовившись, и с учетом тех паводков, которые проходили в этом году уже до нас на территории России, у нас еще есть договоренность с Архангельской областью, что в случае уж крайней необходимости, если это возникнет, они в течение четырех часов предоставят нам свою бригаду с области, которая находится в готовности. Да. Я макнула, ты говоришь. Я пошел, я прошу. В этом году в Ненецком округе ледоход ранний. О том, почему так происходит, мы узнаем у начальника Наринмарской гидрометеорологической станции Веры Волик. Вера Александровна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в этом году реки вскрываются раньше, и ледоход пришел не 25 мая, как это было прогнозировано, а на целых две недели раньше? Здравствуйте. В этом году на территории округа была аномально теплая зима. И вот на фоне этой теплой зимы сформировался у нас пик весеннего половодья. Самая ранняя дата, это было 7 мая 1995 года. И как бы вот, что в этом году дата очень близкая к аномально ранним датам. Я еще раз повторю, потому что была очень теплая зима. Ледоход проходит у нас как бы скачками, то есть движется, набирает силу, набирает воды и двигается дальше. Поэтому он проходит как бы и вроде быстро, и вроде медленно. И особенно вот у нас в районе сейчас, как от Наринмара и ниже по течению, у нас получается, что воды наберет, уровень воды у нас среднемноголетний. Вот сегодня 533, а среднемноголетний уровень у нас 538. Так что уровни у нас небольшие. Ну а что можно сказать по поводу критических отметок? Они возможны или нет? И как это можно спрогнозировать? Вы имеете в виду вот в этом году? В этом году? Нет, уже уровень был дан. Он выше критической, даже неблагоприятной отметки он не будет. И сейчас уровень воды может быть еще подниматься, потому что как бы волна весеннего половодья полностью не сформировалась. Она еще формируется, еще сверху будет подтекать вода, потому что еще, во-первых, у нас очень холодно, земля не прогрелась, вода в землю не может впитываться. И уровень воды растекается, то есть вода на пойму растекается. И еще русло у нас очень песком занесено. Получается, что вода выходит на пойму, и подтопление происходит больше. Ну вот сейчас сколько еще необходимо времени, чтобы реки окончательно очистились, лед ушел? Сколько, например, займет времени? Ну это не менее 10 дней, чтобы по всей реке, потому что еще сверху все равно будут подходить и вода, и лед. Но критического уровня не будет. Спасибо, Вера Александровна. Давайте еще раз посмотрим на ледоход, как у нас он развивается на реке Печора. И я напомню, что накануне ледохода глава региона подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил окружной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В соответствии с документом в муниципальных образованиях организуется круглосуточное дежурство. Уточняются планы действий при ЧС в связи с паводком, приводятся в готовность резервные источники электропитания, пункты временного размещения людей. Также обеспечена постоянная готовность системы оповещения и информирования населения. Ирина. Валентина, а есть ли на берегу люди, те, кто сейчас наблюдают за прохождением ледохода? Нет людей здесь совсем не наблюдается. Возможно, потому что сейчас рабочее время. Ну а для тех, кто не имеет возможности приехать на берег и посмотреть, как проходит ледоход, тот может это сделать в режиме онлайн. Ниньская компания электросвязи на своем официальном сайте ведет прямую трансляцию. Понаблюдать за ледоходом можно в Наринмаре, Оксино и Нельминомносе. Ирина. Продолжение следует... Продолжение следует...